Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать джемпер с разнообразными вязками. Я покажу такой пример, когда мы с вами рисуем модель джемпера, а после этого к нему применяем фото-заливку трикотажного какого-то вязания. Вообще, мне этот эскиз навеялся тем, что я сейчас ищу себе какой-то джемпер, вот в раздумьях, либо его купить, либо заказать, либо связать, пока не знаю. Где можно взять вязки? Ну вот я посмотрела на Пинтересте, у меня в свое время от вязанной машины была инструкция, как вязать, какие узоры, и там тоже были фотографии. Если вы работаете с фабриками, то вам тоже будут присылать примеры отвязов их программ, то, что они могут сделать, так что это все как бы легко делается. Я взяла, соответственно, примеры каких-то переплетений, и их в фотошопе подрезала для того, чтобы из них получился рапорт, то есть повторяющийся объект, который сейчас мы будем применять на джемперочек. Но для начала нам нужно нарисовать основу, из которой, на которую мы, собственно говоря, и будем это все применять. Эскиз будем рисовать на шаблоне, шаблон можете скачать по ссылочке под видео, заходите, там есть шаблоны для технических эскизов, шаблоны на разные типы фигур, посмотрите, подберете то, что вам нужно. Так, что мы будем рисовать? Убираем лишние ручки, как видите, здесь разные варианты, как обычно. Вот, лишнее я убрала, захватила инструментом прямое выделение, Direct Selection или белая стрелочка. Теперь беру инструмент пером. Так, толщина у меня будет 1, без пунктира, черный цвет. Все отлично. И приближу. В принципе, можно было и ножки отрезать, но я хочу, чтобы была видна длина джемпера, которую я задумала, поэтому не будем отрезать. Джемпер с рукавом реглан. Что-то вот у меня какая-то такая ностальгия возникла. Хочется нарисовать джемпер, поэтому... Поскольку реглан, рисую сразу, еще с рукавом, и потом прорисую линию. Такой хочется объемной, свободной. В общем, визуализация идей. Если кто-то смотрел фильм «Формула любви», материализация чувственных идей. Вот, надеюсь, что я найду потом джемперочек. Сейчас попробую его визуализировать максимально точно, для того, чтобы потом можно было что-то такого плана себе найти. Так, сейчас, конечно же, буду править линией, потому что не все получилось идеально, не все получилось так, как нужно. Но основную такую накидали. Сделали. Реглан, как правило, отличается тем, что плечик обычно лежит очень мягенько, очень так вот красиво подвижно. Объемность рукава тоже, я думаю, что вы понимаете, это уже зависит от модели, насколько мы хотим ее сделать объемной. Вот, иногда это достигается путем вязки, иногда достигается просто, ну, самим кроем изделия. Так что все эти линии у нас обсуждаем и обговариваем. Что я делаю? Я выбираю точку и кнопочком на клавиатуре ее двигаю в разные стороны, для того, чтобы сформировать тот контур, который мне подходит. Подходит. Теперь рисую линию реглана. Линии реглана бывают самые разные, и, собственно, это вот творчество для дизайнера. Можно ее подвигать, посмотреть. Иногда над ней прям вот здорово изгаляются, честно могу сказать. Сейчас мы ее прорисуем, посмотрим, как у нас, чтобы более гармоничное изделие само смотрелось. Вот, я нарисовала замкнутый контур, видите, он здесь такой. Мы сейчас возьмем окно обработка контуров. Вот оно. Специально каждый раз вызываю, для того, чтобы вы видели, откуда я это вытащила. Потому что, ну, как обычно, когда человек работает, он оформляет свою рабочую зону, и всегда, как бы, базовые инструменты, они здесь. Я стараюсь показывать, как бы, с чистого такого момента, то есть базовые классические настройки, и вытаскивать инструменты, которые мне нужны, чтобы вы понимали, откуда я их вытаскиваю. По факту, обычно настраивают, и на этом так и работают. Так, линия реглана. Здесь у меня будет воротничок. Поправляем линию. Так, здесь у меня будет манжет. И есть такой момент, что, как правило, манжеты делают резинкой, да, эластичным переплетением, разные там бывают. То, что вот, кто вяжет спицами, там, английский резинка называют, и так далее. Ну, когда там накид еще добавляется. Вот. И все равно он немножко стягивает по руке. То есть, есть такой эффект стягивания. Поэтому немножечко это тоже надо учитывать на эскизе, показывать, что здесь все-таки резиночка и будет немножечко подтягивать. Степень натяжения тоже очень разная в зависимости от того, что вы хотите видеть. Вот такой объемный, свободный джемпер. Так, еще вон мы будем немножечко, если смотреть на него плоско, видеть вот эту часть. Сейчас на самый задний план закину, чтобы она не мешалась. Так, ну, более-менее это все берем и от центра да, через инструмент зеркальное отражение. Так, теперь сливаем половинки. Здесь вот лишняя точка. Так, теперь по спиночке и горловиночка. Не слилась, не хватает мне ее. Сейчас мы ее чуть-чуть подвинем. Придется чуть-чуть ее сейчас подчистить, потому что не очень ровно сольется, но это не страшно. Хотя нет, слилась очень даже прилично. Так, рукава еще раз смотрим. Вот эту точку чуть-чуть приопустить, прижать ее к плечу, потому что она, скорее всего, будет именно по плечу располагаться. То есть, когда мягкий трикотаж, он, как правило, опадает в этом месте, а это плечо как раз то место, которое будет его ловить. Давайте все залью белым цветом, чтобы эскиз встал над шаблоном и мы его хорошо видели. Вот что у нас получилось. Что там за такая черная штучка? Мне не нравится. Это что такое? Вот видите, там какой-то ненужная точка. Это же можно убрать. Мы ее сейчас сформируем вот так. Вот таким образом немножко проправляю эскиз, чтобы он был более цельный. Так, все-таки вот эту точку надо немножко подкорректировать. Видите, как провал такой смотрится? Не очень красиво. так, что теперь? Теперь нарисуем заливку для риба, для резинки, точнее. Одна палочка, вторая палочка, бесцветная, и все это в заливочке уберем. Так, вот это все сейчас мы скопируем и поверху мы это положим туда. Вот так. Это у нас тут риб. Здесь делаю то же самое. Можно сделать более сложным методом, рассказыванием на курсе. можно прям вот по горловине разложить всю эту красоту, чтобы ну действительно как на вязке было. Но часто вот в быстром рисунках делают именно так. Поэтому очень рабочий метод. Но можно прям вот разложить, что палочка к палочке и не руками, а есть автоматизированная штучка, которая может помочь. Так, теперь я сделаю здесь у меня будут тенюшечки. Хочу, чтобы они у меня тут были. соответственно вот так сейчас мы их видите заливка продолжает идти, ее тут быть не должно. Так, здесь тенюшечка. Сейчас все будет понятно. Сейчас я сделаю более читаемо, более понятно. Вот так. Соединить. Теперь отодвину все вот эту красоту в сторону. с копированием, естественно. Shift, Alt, опускаю кнопки мыши. Так, и вот это мы все разберем сейчас. Вот они, мои тенюшки, которые мне нужны. Вот она. Вся красота. Сюда она и встанет на место. теперь делаю цвет без цвета заливки. Точнее, цвет заливки делаю имеющимся, без цвета контура и непрозрачность. где-то вот вот так. Так. и здесь тоже дадим тенюшечку. Можно рисовать и вот так вот в край. При желании войны, собственно, нарисовали и характеристики туда скопировали. Ну, здесь тоже чуть-чуть можно подправить теней. Тогда получился такой объемный свободный джемпер. Немножечко оверсайз. Книзу он у нас даже вот расклешен. Я бы сказала излишне. Мы его сейчас подтянем. Так. Можно какие-то даже линии поправить. Вот эти линии можно повыше чуть-чуть. В целом хочется его чуть-чуть поднять. Вот так где-то. Да. Вот эти точки инструментом Direct Selection это я делаю, остальное двигаю кнопочками на клавиатуре. Всегда одна рука лежит на мышке, вторая на клавиатуре. Ну, вот такая штучка у нас с вами получилась. И теперь из этой красоты мы с вами сделаем разные красивые джемперочки с разными вязками. Как я уже сказала, я подготовила заранее заливки. Я в фотошопе подрезала фотографии вязки и из них создала заливку. Вот, смотрите, оно очень прекрасно туда ложится. Что мы сможем сейчас тут поправлять? заливка получилась крупноватая. Соответственно, сейчас мы ее с вами подправим на такой объем, который, на такой размер, который требуется. Плюс ко всему желательно, конечно, вот там, где у нас нету вязки, нету потому что это будет другая вязка, здесь просто цветный. Сделать однотонную заливку что-то вот такого плана. И в режиме изоляции вошла в дополнительный режим изоляции. Вот таким образом. И можно еще немножечко вот здесь поколдовать в плане наклона узора. Да, вот так. И, собственно говоря, тут в другую сторону его. Вот так. Это пример, когда мы одним способом все вывязываем. Вот такой у нас получился джемперочек. давайте попробуем какую-нибудь другую заливочку. Есть у меня их разных. Например, вот так. Опять не забываем про то, что нам нужно. Вот это можно чуть затемнить, если этого не видно, чтобы более ярко тени проступили и сформировали необходимый объем. Так, здесь нам нужно будет с вами тоже залить. А можно даже проще. Нужно вот так это сделать через перекрасить графический объект и не мучиться. Подобрать ту тень, которая идеально туда подходит. Вот. Вот такой джемпер у нас получился. монтажную область подтянем и попробуем поправить еще в другой рисунок. Здесь он не очень хорошо встает. Либо его надо прям помельче сделать. Сейчас еще раз. Выберем его. не очень он смотрится на этом джемпере. другой попробуем. Вот такой вариант. Тоже такое бывает. Кстати, как раз чем хороша такая примерка реальных рисунков, вы создаете какую-то модель. В моем случае это простой реглан. Может быть какой-то более сложный интересный кардиган, какие-то модельные джемпера. все, что требуется по разработке. И вы примеряете, понимаете, что вот этот мне не нравится, как смотрится, вот он не сюда. Вот так по каталожку можно пройти и все это очень даже приятно сделать. Так что этот метод прекрасен для того, чтобы показать разнообразные примеры, как, что может смотреться. Да, вот этот помельче. Это надо немножко помельче. Вот так. И теперь еще немножечко подкорректирую. такой серый джемперочек. Получилось 6. А поскольку эти заливки растровые, вот они, смотрите, заливки, кусочки, да, то перекрашивать саму заливку в векторе у вас не получится. Для этого я использовала Photoshop. И это вот очень частый вопрос, как бы, а зачем мне тогда вообще Photoshop, а зачем мне иллюстратор? это парная программа, потому что Adobe Photoshop это растровый редактор, Adobe Illustrator это векторный. И даже когда вы основу эскизов создаете при помощи векторного редактора, то иногда мы действительно что-то фотографируем и это используем в наших эскизах, то вот поменять цвета комфортнее намного в Photoshop. Соответственно, они будут идти парой, вы включаете Photoshop, можно даже параллельно там что-то менять, сюда вставлять. Я знаю, что некоторые любят это CorelDrop, потому что у него там есть встроенный редактор, это можно отредактировать, но движки Photoshop иллюстратора, на мой взгляд, по крайней мере, сейчас помощнее и с ними более так интересно, комфортно работать. Ну, а у нас с вами получилось 5 разных джемперов, мы можем их представить и уже можно действительно оценить, насколько данный джемпер подходит или не подходит для того, чтобы с ним работать. Используйте данный прием, попробуйте, можно скачать ведь не только трикотажную заливку, а там это могут быть и блестки, и вышивка и так далее, аккуратнее с авторскими правами, но, как правило, то, что трикотажники, можно даже в магазине сфотографировать кусочек ткани и попробовать, как оно смотрится, можете руками связать, попробовать это визуализировать, очень интересные получаются эффекты. Жду ваших комментариев, обязательно пишите, что еще хотите порисовать, и если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего нового не пропустить, потому что каждый вторник мы рисуем эскизы. На этом все, до скорых встреч, пока-пока!